За игровыми столами четыре команды финалистов – представители 5-й и 11-й школ и 1-й и 2-й гимназии. Ранее в учебных заведениях уже прошли отборочные туры, теперь лучшие эрудиты Бендер состязаются за кубок знатоков. Интеллектуальный марафон – это соперничество и участие учащихся образовательных школ, и целями мероприятия являются развитие логики, умение работать с различными источниками информации, что сегодня ребята нам продемонстрируют, и всё это – здоровый дух соперничества. Финал состоял из четырёх раундов – «Блиц-разминка», «Темы на выбор», «Музыкальная шкатулка». В первом раунде учитывалась быстрота реакций и правильные ответы. Баллы зачислялись той команде, которая первая успела дать правильный ответ. На протяжении всей игры команда учащихся второй гимназии проявляла быстроту и смекалку, что в итоге и помогло им победить. «Слаженность, сплочённость коллектива – это главное, что должно было быть у команды победителей, которые мы стали. Мы работали слаженно, додумывали логические версии. Некоторые версии сразу приходили, мы знали ответы на вопрос, готовились, читали, слышали. А иногда мы логически доходили до ответа, и это нам помогло». Борьба за первое место всегда эмоциональна. Она требует максимальной концентрации, умения слаженно, командно, сплочённо работать. А ещё важна поддержка зрителей. Решающим раундом стала игра «Что, где, когда». Вопросы самые разнообразные – от исторических событий до кулинарии. Каждый таил в себе загадку, и только самые внимательные и эрудированные могли найти правильный ответ. Так как это финал, темы участникам не разглашались. Все команды находились в равных условиях, была полная импровизация своих знаний. «Главной победой является то, что после игры они возвращаются в свои школы и просят своих руководителей, организаторов, учителей, давайте мы так проведём в школе по такой же схеме. Я считаю, это только плюс. Скажу сейчас вот на камеру одну фразу. Было бы здорово, чтобы это привилось не только у нас в городе, а в республике». Как говорят ребята, здесь победителей нет. «Каждый вынес для себя что-то новое и важное. Эта игра сплотила учеников и дала каждой команде свою маленькую, но ощутимую победу». Диана Федоренко, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.